МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 11 декабря. В студии работает Андрей Тен. И так, коротко о главных событиях. Деньги есть, товара нет. Более сотни фермеров получили кредиты по программе САБЭГА, но не могут приобрести племенной крупный рогатый скот. Очистить города от снега поручил глава региона Ерлан Кошанов. Аким области поручил обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период. 21 век – век науки и новых технологий. В Саранском гуманитарно-техническом колледже имени Абая Кунанбаева прошла ярмарка социально-педагогических инноваций. И теперь подробнее об этих и других событиях. Деньги есть, товара нет. Более сотни фермеров получили кредиты по программе САБЭГА, но не могут приобрести племенной крупный рогатый скот. Это связано с действующим запретом на ввоз животных из Российской Федерации. В центре скандала вновь оказалось управление сельского хозяйства. С самого утра его пороги обивают сотни фермеров Карагантинской области, которые могут потерпеть многомиллионные убытки. Один из них – Серег Бекижанов. В сентябре он получил кредит на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота по программе САБЭГА. Племенных телок фермер нашел в России, которую власти Казахстана признали карантинной зоной. Серег Бекижанов мог бы вернуть денежные средства, однако вознаграждение по кредиту выльется в крупную сумму. В России есть хороший племенной скот, но мы не можем завести его из-за запрета. Я взял в кредит 23 миллиона 760 тысяч тенге. Вернуть эти деньги просто так тоже не могу. Придется платить штраф в 25 процентов. Нам дали срок три месяца, он уже истекает. Я не знаю, как решить эту проблему. В таком же замешательстве еще 108 крестьянских хозяйств региона. Фермеров расстраивает и тот факт, что к ним навстречу не идут и операторы. И здесь возникли трудности. После этой ситуации операторы не хотят с нами работать. Я не вижу, чтобы они хоть что-то делали. Мы хотим, чтобы нашу проблему решили или хотя бы продлили время. В управлении сельского хозяйства фермерам предложили несколько путей решения данной проблемы. Племенное маточное поголовье могут привезти из Германии. Однако в этом случае цена будет выше. То Евразия Инвест ЛТД создана Казалтаубив, где они намерены покупать, приобрести тысячу голов импортного племенного поголовья. Они совместно с руководителями Министерства сельскохозяйства съездили в Германию, на выставку заключили договор на приобретение тысячи голов. И было условие, что в качестве оператора они могут только завести скот, только с надавкой 2% от стоимости поголовья. Денег на приобретение немецких коров у карагандинских фермеров может попросту не хватить. Институт Казагра выделил им лишь по 625 тысяч тенге на покупку одной коровы. Главы крестьянских хозяйств могут и вернуть деньги, однако им придется заплатить вознаграждение по кредиту. Так как срок в три месяца уже истек. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Очистить город от снега поручил глава региона Ерлан Кушанов. В ходе аппаратного совещания Акимобласти затронул вопрос уборки снега. Он поручил подчиненным обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период. Тротуары у вас. Гололед на тротуарах. Проверяйте еще раз. Только зима началась, уже проблемы появились. С этим замечанием глава региона обратился к Акиму Караганды Нурлану Абакирову. Ерлан Кушанов заявил, что он недоволен ситуацией на дорогах областного центра. Аким Караганды Нурлан Абакиров отметил, что этому вопросу уделяется пристальное внимание. Чтобы снежный покров не стал причиной множественных аварий. Для уборки снега привлечено 200 единиц техники. Главные дороги города уже очищены. Также Ерлан Кушанов отметил, что в зимний период нужно уделить больше внимания транспортному сообщению с отдаленными населенными пунктами. И вот когда осадки были, я всех Акимов каждый день обзванивал. Все заверяют, что проблем нет, что везде дороги мы почистили. Ну это тоже мы проверим. Вот местная полиция, вы тоже мне информацию дайте по этим. Где отрезаны от районных центров населенные пункты малые, если есть. Вы отслеживаете эту ситуацию также? ИЧС. Также в областном Акимове объявили о новом назначении. Управлением координации занятости и социальных программ Карагандинской области будет руководить Асем Джун Успекова. Ранее она занимала пост заместителя Акимовайского района по вопросам социальной сферы. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Круглый стол, посвященный развитию медиации в Карагандинской области, провели в Доме дружбы. Медиаторы и общественники региона поделились мнением о том, какие преимущества имеет новая альтернативная форма разрешения споров. Не остались в стороне и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются медиаторы. Медиация – инструмент успешных переговоров и эффективных коммуникаций. Она имеет ряд существенных преимуществ. По сравнению с судебной процедурой, медиация происходит значительно быстрее. Теперь граждане имеют возможность решать различные споры, не доводя дело до суда. А главное, они сэкономят время, нервы и деньги. Об этом уверяют и участники круглого стола, которые подвели итоги работы профессиональных и народных медиаторов. Ну, хочу отметить, что наша Карагандинская область, она всегда была лидирующей по Казахстану по поддержке государственными органами института медиации. Глава государства призвал все институты социальные к тому, чтобы развивать медиацию с целью профилактирования конфликтов на самых ранних этапах. У нас есть судебная медиация, тогда, когда люди попадают в суд уже с серьезными конфликтами на разрушительных в основном стадиях. Медиаторы представили информацию как и о положительной динамике развития медиации, так и о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе. В больших городах есть много профессиональных медиаторов, которые обучаются и вкладывают свои знания. А в селах и районах акцент делается на народных медиаторов, то есть на людей, которые имеют определенный авторитет среди населения. Статистика показывает, что там идет сокращение реестров и государственные органы не уделяют им должное внимание. Также общественников волнует то, что медиация не совсем востребована среди населения и многие люди все еще не понимают, что это такое. А сколько человек оформили кредиты за последние три года? Это учитывая искую давность. Здесь снежный ком будет только наворачиваться, то есть суды будут загрушены по самому горлу вообще этими проблемами. Среди кредиторов банковской системы эта информация распространилась довольно быстро. Мало того, на этом поприще создали свои кормушки и фирмочки, которые пользуются юридической малограмотностью населения. Обеспечивают себе хороший доход. Напомним, с 2011 года в Казахстане действует новая альтернативная суду правовая форма урегулирования споров и конфликтов в гражданских и уголовных процессах. Неизвестно, сколько еще времени понадобится гражданам, чтобы понять главную суть данной процедуры. Но ясно одно, что медиация – это выгодно и перспективно. Мульдир Жаккан, Расулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Будь сильным, иначе зачем тебе быть? Карагандинские спортсмены, руководители областной федерации ММА, побывали в областной клинике имени Макожанова. Они навестили детей, пострадавших в дорожных происшествиях. После соревнований, а чем ты занимаешься? Какими? Легкоатлетиками? Молодец. Юный спортсмен-легкоатлет Шангас Караул переходил проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбила машина. С переломом руки он оказался в детском отделении ортопедии областной клиники имени Макожанова. Он признался, что был приятно удивлен визиту представителей федерации ММА. Шангас также уверен, что после лечения вернется в спорт. Сегодня к нам пришли спортсмены и пожелали скорейшего выздоровления. Дали нам подарки. Это очень приятно. Если бы такие акции проводились чаще, мир стал бы чуточку светлее. Я благодарен нашим спортсменам. Сладкие подарки вручили гости всем юным пациентам детского травматологического отделения. А инспекторы местной полицейской службы вручили детям памятки и брошюры о безопасном поведении, а также светоотражающие браслеты. Визит в больницу прошел в рамках республиканской акции «Дорога равных возможностей». Ее главная цель – реабилитационная помощь детям. Поэтому мы пришли поддержать наших деток, немножко рассказали им о том, что все сложности в жизни временные и постарались воплотить в жизнь наш девиз «Будь сильным, иначе зачем тебе быть». Сильный человек – это тот, который всегда готов прийти на помощь слабым. И мы благодарны также областному управлению здравоохранения, что у нас сегодня есть такая замечательная возможность прийти, морально поддержать деток, немножко их приободрить. Ну и чай попить мы с ними не смогли, но поделили сладкими подарками. С начала года в Карагандинской области в дорожных происшествиях пострадали свыше ста несовершеннолетних. 16 детей погибли. Участники акции призывают всех автомобилистов быть внимательными на дороге. Ведь никакая спешка не стоит здоровья и жизни человека. Токжан Лян, Вандрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Актуальные вопросы развития методической службы в условиях обновленного содержания образования обсудили учителя на учебно-методическом совете. Вместе с карагандинскими педагогами в мероприятии приняли участие коллеги из других регионов Казахстана. Учебно-методические центры по всей республике сегодня являются главными проводниками обновленного содержания образования в казахстанских школах. Актуальный вопрос развития методической службы обсудили в Караганде. Главная цель конференции – повышение уровня педагогических знаний и мастерства методистов. Обмен успешным опытом деятельности учебно-методического центра развития образования Карагандинской области. Здесь представлены сегодня все регионы страны, потому что мы пригласили не только здесь структуры методические, но с нами вместе Назарбаев, интеллектуальные школы, потому что в послании президента прозвучало, что мы продолжаем транслировать этот успешный опыт. Кроме этого, кундулек, то, что сегодня мы говорим цифровизация, электронные дневники, это тоже очень важно. То есть все представители тех организаций, которые могут давать конкретную поддержку, дать рекомендации по тому, как работать и как справляться с теми вопросами, трудностями, которые возникают учителей. В работе учебно-методического совета принимают участие руководители, заведующие методическими кабинетами, методисты областных, районных и городских центров. Не обошел внимания участников и предстоящий закон о статусе педагогов. На конференции намерены выработать свои рекомендации. Меня как педагога волнует этот проект, потому что не секрет, что педагоги всегда привлекаются к несвойственным функциям. Об этом говорил наш ЕЛБС, послание, которое было в октябре, в канун Дня Учителя. Я думаю, что мы сегодня решим эти вопросы. Каждый несет свою лепту. Республиканский учебно-методический совет продолжит свою работу в течение двух дней. Вместе с обсуждением развития методической службы педагоги приняли участие в мастер-классе на тему дифференцированное обучение в рамках внедрения обновленных учебных программ. Андрей Тенайден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 21 век – век науки и новых технологий. В Саранском гуманитарно-техническом колледже имени Абая Кунанбаева прошла ярмарка социально-педагогических инициатив. Участники представили свои проекты от дошкольных организаций до профессиональных образовательных учреждений. Сегодня инновационные проекты реализуются во всех сферах жизни общества. Это, конечно же, относится и к образованию. В областной ярмарке, организованной Саранским гуманитарно-техническим колледжем, приняли участие более 200 преподавателей. Основная цель – улучшить творческие способности учителей. Ежегодно на выставке демонстрируются сотни передовых образовательных проектов. Организаторы убеждены, что через такие мероприятия учителя могут проявить себя, поделиться опытом с другими участниками. Благодаря работе этой ярмарки педагоги узнают друг друга, они обмениваются продукцией. Эту продукцию можно приобрести, потому что по итогам этой ярмарки могут быть заключены деловые контракты. Люди узнают, чем живет наша область, какой богатейший у нас опыт педагогический в нашей области. У каждого участника есть прекрасная возможность реализовать свою идею и оценить другие работы. Одна из них – преподаватель программирования и робототехники Назгуль Кошкинова. На ярмарке она представила проекты «Умный чайник», «Безопасный дом» и «Система контроля доступа». Эти проекты были подготовлены совместно со студентами Тимиртаусского высшего политехнического колледжа. «Хотелось бы отметить такой проект, как «Умный чайник». То есть мы здесь разработали сами мобильное приложение для чайника, в помощи которого мы можем управлять этим «Умным чайником». В любой комнате включать, выключать, проверять уровень воды, допустим, температуру. И если воды в чайнике нет, автоматически сам эта Ардуино ее дополняет. Кроме того, педагоги и методисты провели мастер-классы для всех желающих. Также в рамках ярмарки участники пообщались онлайн с российскими учебными заведениями. В завершение все участники были награждены специальными сертификатами. Масштабное мероприятие будет продолжено и в следующем году. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин